Вспоминаем этот зонок розы. Разложимся. Играть будем что-нибудь самое простое. Это откладываем. Раз, складываем кашу. Выбираем персонажей, все остальные придут потом и выберут себе. Я буду, буду, буду. Пока буду я исследователь. Точнее, исследовательницей. Далее... Ищем колоду изобретений. В этом всем безобразии. А вот, похоже, и она. У меня изобретена тропа. Ее надо найти. Вот. Кладем мне тропу. Изобретением вверх. То есть я могу ее изобрести, но пока не изобрела. И выбираю себе фишки персонажа. Смотрите, какой он желтенький. Нет. Зелененький. Мы же исследователи ушались под джунглом. А нет, зелененьких здесь у персонажа нет. Значит, остаются желтенькие. Так. Одну достану для остальных персонажей. Вот что я достаю. Так. Маркер раны. Это у нас красненький кладок. Маркер раны. Кладем на начало. Чтобы было виднее. Это две мои фишки. Это мое потенциальное изобретение. И это маркер раны. Так. Ставим серый маркер на шкалу морального духа. На серединку. Ставим черный маркер на оружие. Оружие. Где же наше оружие? Наше оружие ясно где. Наше оружие на той части карты, которую я не разложила. Так вот. Шкала морального духа. А вот наше оружие. Дрын. Берем девять карт изобретений. Вот из такой колоды. Которые отмечены стрелками. В частности. Вот опять же. Например. Их всего девять штук. Так. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Где-то спряталась девятая. Девять. Вот. Берем их. Тасуем остальную колоду. изобретений. Три, четыре, пять. Берем еще пять. Выкладываем. Это то, что мы можем изобрести. плотина огонь лопата веревка карта горшок кирпич из надобье нож еще мне попались лежанка ремни лук барабан и корзина и все это может дать нам какие-нибудь плюшки дети карты приключений на три колоды это собственно уже проделано кажется кажется так зелененькие приключения нет это что-то другое как в этом все не запутаться слушайте вот эта колода не приключения вот эта колода карты событий а приключения тоже с вопросиком но без странного зеленого флажка их делим по цвету есть коричневые есть зеленые есть серые или черные кому как бальтанизм позволит их обозначить их тасуем и складываем на поле специально отведенные места по цветам серенькое это некое собирательство не помню как он называется официально коричневое это всякое плотничество скажем так что-то соорудить а зеленые это судя по подзорной трубе всякие исследования карты зверей вот карты зверей ни с кем не перепутаешь перетасовать положить рядом с полем эти звери к нам еще не пришли потому что или мы к ним еще не приплыли в общем их пока на поле нету но они будут появляться по мере игры вот тут так карта тайн вот те самые вопросики странные а вот и нет карта тайн это некие даже не знаю как обозначить этого деда бородеда в общем это карта тайн перетасовать и положить где-нибудь рядом со зверями например тупок следующий участок острова с номером восемь вот он самый кладем вот сюда здесь мы высадились этот участок уже знаем больше никакие не знаем пока что на него можно положить жетон лагеря вот такая палаточка или костерчик смотри что у нас там имеется видимо палаточку мы там уже построили поэтому надо положить ее называется убежище так берем еще один черный маркер вот такой и кладем его на лопату так как лопата 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 для исследования чтобы найти лопату нам нужно исследовать участок с вот таким значком некая равнина а так как наш лагерь именно такой значок и имеет вот они значит лопату мы уже потенциально можем изобрести потратив на нее некое действие оставшиеся участки у острова просто тасуем и складываем где-нибудь неподалеку от всего например вот там это жетон первого игрока его я ставлю себе 8 карт стартовых предметов да вот что я забыла сделать наше потенциальное изобретение тоже стоит положить где-то недалеко от колоды в смысле те которых там еще нету и рядом с полем изобретениями вверх интересно куда они их имели буду положить ладно в общем они лежат вот здесь только изобретениями вверх это вот так там где указано что нужно для этого изобретения так дальше ищем карты стартовых предметов они вот с такой обложкой тасуем а нет кстати сейчас мы сверимся со сценарием где-то казалось что там они какие-то специфические нет нет это хорошо а там специфическое другое так берем две пистолет и фляга с ромом пистолет нам поможет разумеется разумеется защищаться а фляга с ромом нам поможет останавливать здоровье пистоль точнее да в общем без разницы как по мне пойдем где-нибудь рядышком со сценарием это общее так закрываем черными ящиками значки на них они будут обозначать имеющиеся ресурсы каждая из этих карт имеет как бы два использования видимо пистолет два патрона а фляга с ромом ну допустим не два глотка но видимо две каких-то адекватных порции так жетоны находок жетоны находок это такие большие круглые с неким орнаментом их удобнее всего складировать в какую-нибудь коробочку но пока коробочка а вот мне не попалась даже коробочка так вот так будем складировать жетоны находок только все перевернуть перевернуть и перетасовать это мы на острове путешествия сможем находить на каких-то участках что-нибудь кладем ну допустим вот сюда пока так далее у нас все прочая ерунда такие-сякие прочие маркеры они у нас пока все по пакетикам пусть пока по пакетикам и остаются высыпают только кубики а эти пусть лежат вот здесь теперь вот эти хитрые карты событий напоминаю вопросик и флажок бывает двух типов на одном из них книга нарисована вот она на другом из них на других из них символ приключения как они это называют то бишь вопросик в кружочке на котором аппарат не желает фокусироваться ну в общем вопросик в кружочке их по отдельности тасуем и для нашего первого приключения которое называется выжившие берем шесть шесть из одной колоды шесть из одной колоды шесть из другой колоды и кладем потому что в нашем этом приключении двенадцать раундов их тасуем вместе по шесть карт чтобы они были по адр в одной колоде и кладем вот сюда далее у нас есть несколько карт которые называются обломки крушения три штуки из них нам надо взять ящики с едой для нашего первого приключения и положить вот сюда далее поскольку игроков у нас ожидается четверо то в обустройство лагеря то бишь вот сюда мы кладем зачем-то кладем карту а я поняла разницу здесь и то и то а здесь либо одно либо второе потому что нас много и видимо ресурсы ограничены жить нам будет тяжелее и пожалуй для облегчения и развлечения мы возьмем себе собачку хоть мы их четверо нас и четверо это она для партии втроем но собачка куда же без нее собачка это весело поэтому берем собачку и берем фишку для собачки вот такую замечательную все с раскладкой мы закончили и все 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 и